В 70-е годы, когда мы старались выглядеть модными, джинсы были недоступны, мы их шили из всяких занавесок, из подручных средств, делали машины с фанеры. И вот в данном случае мини-бар, который вы можете помнить из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», который мы нашли вот тут в Тихоте, он абсолютно не втратил своей актуальности и прекрасно вписался в глемуроковую культуру. Мы нашли замечательный предмет. Сегодня такая винтажная, немного фриковая мебель снова входит в моду, и мы попробуем ее обновить. Кто-то перед нами уже пытался обновить этот предмет и использовал пленку, похожую на аракал. Для того, чтобы ее удалить, мы используем строительный фен. Есть много способов улучшить адгезию. В данном случае мы матируем нашу поверхность при помощи наждачной бумаги и затем покрываем грунтовочной эмалью. И хотели бы показать вам эпизод, который не вошел в первую программу, про адгезию. Обратите внимание на этот угол. Мы с вами видим экструдированный пенополистирол. Ну, в народе говорят просто пенопласт еще. На нем отсутствует рифленая поверхность, он абсолютно гладкий. И вот мы видим, как цементная шпаклевка наша не имеет к нему адгезии. То есть она отстает. Весь фасад у нас уже достаточно проблемный. Поэтому либо применяйте, покупайте специальный экструдированный пенополистирол для фасада с рифленой поверхностью, либо хотя бы вручную, уже самостоятельно нанесите обычной ножовкой по дереву, просто поцарапайте эту поверхность для улучшения адгезии, прилипания нашей шпаклевки к поверхности пенопласта. Мы выбрали черный цвет, так как этот цвет используется в нашем интерьере. Для покраски можно использовать любую краску. В данном случае я использую эмаль-аэрозоль. Для того, чтобы связать наш шкафчик с плиткой на полу, я использую трафарет. Используем белую краску на черном фоне, чтобы увязать это все с нашим интерьером. Наносим краску при помощи трафаретной кисти. Она должна быть сухая, и краски наносим небольшое количество, вначале промакивая об салфетку. Очень важно удалить наш трафарет, пока краска мокрая, потому что если оставить вот таким образом, краску подорвет. Вот такой шкаф у нас получился. Может быть, это секретный шкаф ребенка, где он будет хранить игрушки. Может быть, наоборот, родители будут прятать туда что-нибудь от детей. Например, спиртное. Мы все живые люди. Если вам понравилось то, чем мы тут занимаемся, если вам понравился этот сюжет, ставьте лайки, коментуйте и смотрите следующий. Заходьте с нами на дачу, с нами точно не скучно.